Доброе утро! Доброе утро! Первый прием пациентов с эндокринной патологией прошел в Чебоксарской и Цивильской центральной районных больницах. 29 человек получили квалифицированные рекомендации по лечению заболеваний. Семерых из них направили на дополнительное обследование в Республиканский эндокринологический центр. Обеспечить безопасность юных участников дорожного движения и сократить количество ДТП. Сотрудники госавтоинспекции Чувашии провели рейд «Дети – детское удерживающее устройство». Инспекторы проверяли, как автолюбители перевозят своих маленьких пассажиров. Так, в Красноармейском районе инспекторы дорожного движения задержали нетрезвого водителя, который перевозил свою семью. Дети хоть и были пристегнуты, как положено, но в данном случае опасность представлял сам отец. Еще один водитель в состоянии алкогольного опьянения был пойман в Урнарском районе. При этом дети младше 7 лет находились в машине без специального удерживающего устройства. Похожий случай был и в Канажском районе. С начала 2021 года уже двое детей погибло и шесть получили травмы. Госавтоинспекция МВД Чувашской республики напоминает, что безопасность юного пассажира прежде всего. Ведь малыши – это самые незащищенные участники дорожного движения. И от того, как мама и папа беспокоятся о безопасности, зависит будущее ребенка, его судьба и здоровье. Поэтому при перевозке ребенка машины нужно использовать детские удерживающие устройства. Федеральная служба исполнения наказаний России проводит конкурс среди осужденных женщин страны. Традиционно в нем принимают участие и Чувашия. Участницы должны рассказать о себе, продемонстрировать творческие способности, представить свою малую родину, продефилировать в костюмах, сшитых своими руками, и проявить себя в кулинарии. Итоги второго этапа конкурса уже подведены. Его призерами стали осужденные исправительной колонией номер 2 города Алатаря. Финал конкурса намечен на март, он пройдет в режиме онлайн. Стоит отметить, что победительницам может быть предоставлен отпуск с выездом из колонии. Сегодня во всем мире празднуют день спонтанного проявления доброты. Так что не стесняйтесь открыто выражать свои теплые чувства. Всем отличной среды, до встречи в эфире.